Добрый день! С вами программа недели спорта в студии Лилия Аскарова. Очередная интересная подборка новостей ждет тебя прямо сейчас. Смотри программу до конца, будет много интересного. Начинаем сегодняшнюю программу с дисциплины лыжные гонки. 25 января в Горкинско-Метевском лесу собрались лучшие лыжники из практически каждого вуза Казани, чтобы помериться силами в рамках республиканской спартакиады среди профессорско-преподавательского состава. Подробнее в сюжете Марина Вахрушевой. Горящие глаза, смелость и юношеская отвага. Преподаватели вновь не уступают студентам. Межвузовская спартакиада среди профессорско-преподавательского состава с каждым днем все больше набирает обороты. В этом году участие вне принимают 15 вузов. 15 вузов принимают активное участие. По первой группе 7 вузов и по второй группе 7. Хотя их значительно больше. Не мешало бы другим вузам заинтересоваться, принимать активное участие в совершенстве своих двигательных наук и своего профессорского преподавательского состава. Иначе они могут совсем быть слабенькими. Самые храбрые преподаватели собрались 25 января в Горьковско-Метевском лесу. Дисциплина – лыжные гонки. Этот вид спорта популярен в нашей стране, а занятия им способствуют укреплению иммунитета, сердечной системы и мышц нашего организма. Трасса в этом сезоне непростая, состоит из многочисленных подъемов и оврагов. Здесь каждый из спортсменов в свободном стиле продемонстрировал свою скорость и выносливость. Отличная трасса, то есть есть и подъемы, то, что понравилось, и хорошее место организации. Я первый раз в этом парке. Так что спасибо большое нашему президенту, что в рамках программы развития парков города Казани они сотворили такое чудо. Первыми на старт вышли женщины. Продолжительность их дистанции составила 2 километра. Казанский федеральный университет представила Диляра Кузина. С результатом 13 минут 8 секунд она заняла 8-ю позицию. Серебрю достала сотрудница архитектурно-строительного университета Ании Галимульной. А первое третье место заняли представительницы Академии спорта и туризма Ольга Агеева и Регина Кудряшова. Лыжный спорт – это прекрасный спорт, потому что здесь развиваются все мышцы, и это здоровье для себя обязательно полезно выйти, хоть чуть-чуть покататься. В мужском забеге Казанский федеральный университет представили 4 преподавателя. Многие из них в этом сезоне встали на лыжи впервые, поэтому не всем удалось попасть в тройку призеров. После того, как прошел, замечательно. А когда еду по трассе, то тяжеловато, потому что болел один раз и восстановился на лыжах. Вот это результат. Победу в мужском зачете удалось одержать сотрудника КУФУ Ильясу Ихсанову с результатом 11 минут 53 секунды. Серебро досталось спортсмену из архитектурно-строительного университета Ильгизару Сазгиддинову, а бронза – вновь представителя Академии спорта и туризма Рустама Файзрахманова. В общекомандном зачете Казанский федеральный университет занял шестую позицию. Золото у представителей Поволжской академии спорта и туризма. Марина Вахрушева, Владислав Сергеев, Неделя спорта. Продолжаем. Теперь перемещаемся в КСК КФУ Уникс, где 28 января состоялся внутривузовский этап Ассоциации студенческих спортивных клубов России по мини-футболу. Главными фаворитами турнира считались победители Кубка Казанского федерального университета, сборные института социально-философских наук и массовых коммуникаций и обладатели Суперкубка федерального университета, сборные института управления экономики и финансов, которые на этом турнире выступали под именем Каизи Ланд. А кто в итоге попал на городской этап турнира, узнаем из сюжета Дениса Давыдова. 28 января в КСК КФУ Уникс состоялись соревнования внутривузовского этапа чемпионата АССК России по футболу 5 на 5. Все игры проходили в один день, поэтому футболистам приходилось нелегко. После сыгранных групповых матчей определилась четверка сильнейшая. Из первой группы вышла команда Турбион, в состав которой входили африканские футболисты, и команда Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Во второй группе лучшими оказались команда Каизи Ланд, которую представляли спортсмены ИУЭФ и Химический институт. В первом полуфинале сошлись Турбион и Химия. Турбион считался фаворитом и без проблем одержал четвертую подряд победу. Счет встречи 3-1. Во втором же полуфинальном матче не все было так ясно, как в первом. Игра началась с двух быстрых голов футболистов Каизи Ланд, однако во втором тайме ИСФНИМК ненадолго перехватил инициативу и сумел отыграть один мяч. В конце встречи команды еще обменялись голами и парадом у болельщиков результативной игры. Матч завершился с закономерной победой Каизи Ланд 4-1. Матч за третье место ИСФНИМК не оставил ни единого шанса Химическому институту получить медаль. С первых же минуты футболисты в белой форме завладели преимуществом и создавали опасный момент. На пять забитых мячей философов химики смогли ответить лишь одним в самом конце игры. Финал же получился не таким зрелищным. Долгое время на табло горели нули и игра проходила без особо опасных моментов. Игроки Каизи Ланд по ходу матча действовали более дисциплинированно и в конечном итоге одержали уверенную победу 3-0. Однако турбионы расстраиваться не стоят. Они, как и победители турнира Каизи Ланд, отобрались на городской этап чемпионата АССК, который пройдет в марте. Да, очень хорошо. Мы хотели первое место получить, но так тяжелее финале было для нас. Но мы не так не ожидали. Мы все команды играли, играли 3-4. Нам понравилось это место. Больше всех голов на турнире забили Олег Батьков, Каизи Ланд и Иван Евсеев, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. В их активе 7 забитых мячей. Денис Давыдов, Неделя спорта. Возвращаемся к преподавателям. Теперь говорим о спартакиаде здоровья среди профессорско-преподавательского состава Казанского федерального университета. На этой неделе прошли соревнования в четырех видах спорта, а именно шахматы, плавание, бильярд и боулинг. О первых двух, которые прошли 23 января, расскажет Владислав Сергеев. Спартакиада здоровья уже традиция. В первой половине дня профессорско-преподавательский состав Казанского федерального университета играл в шахматы. В культурно-спортивном комплексе УНИК собрались команды со всех подразделений КФУ. Игроков, конечно же, много, но, несмотря на это, Ренат Менгалеев, представитель департамента по молодежной политике, смог выдвинуть претендента на победу. В прошлом году победу отражали институт физики, вторым были институт механики и математики и замкнули тройку набережных Челнинского института КФУ. Также в этом году фаворитами является институт физики. У них остался тоже состав сильный. Ренат не ошибся. В финалы вырвались команды института физики, института математики и механики имени Лобачевского, юридического факультета и набережных Челнинского института КФУ. В партии за третье и четвертое место выступили юристы и преподаватели из набережных Челнов, где в нелегкой борьбе почетное третье место завоевали представители юридического факультета. Ну, у нас практически пять лет мы занимали первые места. В том году мы были четвертыми, а вот в этом году немножечко начали улучшать показатели. Первое и второе место разыграли физики и математики. Первые две партии закончились по одной победе каждой страны. Ситуация с третьей доской оказалась сложнее. Подсказка и нарушение правил в отношении представителей Мехмата. Игроки сошлись на ничьей. Не все хорошо знают, так скажем, шахматные правила, что даже если у моего соперника флаг упал, никто кроме меня не имеет права говорить об этом. Ситуация, по сути, довольно спорная, потому что, с одной стороны, подсказывать нельзя, с другой стороны, ситуация такая, что у соперника действительно время на партию закончилось. Ну и приняли решение в итоге договориться о ничьей. Но эта ничья вывела Мехмат на первое место. Итог. Первое место завоевали представители Института математики и механики имени Лобачевского. Поздравляем математиков за служенной победой. Во второй половине дня преподаватели и сотрудники Казанского федерального университета прибыли в спортивный комплекс «Бустанг», где состоялся очередной этап спартакиада здоровья по плаванию. Испытать свои силы прибыли представители дирекции институтов, как, например, начальник по социально-воспитательной работе Института управления экономикой и финансов Римма Ринатомна Шаймарданова. Болею, как и все наши студенты, за наш институт, потому что, как все знают, эконом-чемпион. Поэтому стараемся, показываем пример своим участием. Плавание в КФУ всеми почитаем. Однако для всех присутствующих сохранялась интрига. Кто займет первое место среди мужчин? И сможет ли кто-нибудь обогнать чемпиона прошлого года преподавателя из Института геологии и нефтегазовых технологий, мастера спорта Бориса Платова? Он же выдвинул свое мнение на этот счет. Я 10 лет занимался плаванием профессионально. С тех пор прошло немало лет, но результат по-прежнему остается на неплохом уровне. Я считаю, что главное не победа, а участие. Потому что сегодня был, по крайней мере, один результат близкий к моему. Так что все честно. Его результат оказался лучшим. 26,66 секунды. Лучшая среди женщин представительница кафедры физического воспитания и спорта Гузель Шамгунова. 38,45 секунды. По итогу спартакиады лучший результат показал преподавательский состав Института геологии и нефтегазовых технологий и занял первое место. На втором – Институт физики. На третьем – общая кафедра физического воспитания и спорта. Владислав Сергеев. Неделя спорта. Спустя неделю преподаватели Федерального университета встретились в развлекательном центре притяжения, где выявляли лучших в бильярде и новом виде для спартакиады – боулинге. Иван Евсеев отправился наблюдать за ходом соревнований и готов вам уже объявить результаты. 29 января в развлекательном центре притяжения состоял спартакиада среди преподавателей и сотрудников Казанского Федерального университета по бильярду и боулингу. Участие принимали как мужчины, так и женщины. Соревнования по данным видам спорта проходили одновременно. В бильярде команды состояли из трех человек, включая запасного. В боулинге по регламенту турнира команда должна была состоять из двух мужчин и женщин. Командные места определялись по сумме набранных очков всех членов команд. Я думаю, что мы справляемся пока удачно, хорошо, что очень радует. Мы смотрим на другие команды, у нас огромное количество команд, сегодня 18 их. 18 команд, вот нас поделили, мы участвуем, получается, вторыми по очереди. Но наша команда, она самая дружная, я так считаю, потому что мы поддерживаем и себя, и соперников. И пусть не всегда получается сбивать какие-то кегли, но я считаю, что у нас все здорово получается. Не ставим цель победить, ставим цель достойно представить себя, свой департамент, потому что мы лучшие. На обеих игровых площадках было на что посмотреть. Каждый пришел сюда ради победы, а не просто получить удовольствие от игры. Многие из участников имеют огромный опыт за спиной в подобных спортивных состязаниях. Так что борьба за звание победителей носила серьезный характер, но в то же время в зале царила дружеская и позитивная атмосфера. Регламент, насколько я знаю, есть несколько групп, каждый с каждым играют, потом определяются лучшие команды, и потом крест-накрест. Первая в группе играется, вторая в другой группе и так далее, до финала. В соревнованиях по боулингу первое место занял Институт управления экономикой и финансов. Второе место досталось команде управления инновационного развития. Третье место за юристами. А в бильярде ситуация сложилась иначе. Первое место занял набережный Челенинский институт. Следом идут юристы. А бронзовыми призерами стала команда культурно-спортивного комплекса «Уникс». Иван Евсеев, Денис Давыдов. Неделя спорта. А теперь давайте взглянем на турнирную таблицу «Спартакиады здоровья» среди профессорско-преподавательского состава Казанского федерального университета. На первое место поднялся набережный Челенинский институт. В их активе 26 очков. На втором месте юридический факультет, который набрал также 26 очков. Тройку призеров замыкает общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта. У них 27 очков. Остальные результаты сейчас на вашем экране. Друзья, на сегодня все. С вами была программа «Неделя спорта» и я, Лилия Аскарова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok